Два дня подряд в Красноярске при полном аншлаге в БКЗ проходят концерты Дениса Мацуева, пианиста-виртуоза, на выступления которого даже в Европе выстраиваются очереди. В Красноярск Мацуев приезжает достаточно часто, признается, что наш город для него практически родной и недавно даже выступал для представителей ФИСУ в поддержку Универсиады 2019. Мне очень приятно было осознавать то, что я пропагандировал Красноярск в качестве кандидата и для меня это тоже дело чести, потому что Сибирь для меня это мой дом. Я родился в Иркутске и я считаю, что это все равно все наше, родное. Несмотря на музыкальный профиль, Мацуев с детства обожает контактные виды спорта. Играя в хоккей, он однажды даже сломал руку. Все обошлось без осложнений. Но больше всего маэстро любит футбол, преданный болельщик московского «Спартака». Заразили его этим не отец и не дядя, а родные бабушки. Они знали все и про футбол, и про хоккей. Собирали фотографии или турнирные таблицы. По ночам смотрели трансляции, потому что с Иркутском разница в времени тоже большая. И поэтому они меня к этому приучили. За результатами любимой команды по ТВ Денис следит из разных уголков планеты. Отмечает, что западное телевидение не очень жалует Россию. По CNN показывают мой родной город Иркутск. Снег, мороз. Я думаю, боже, ну какое счастье. Сразу утро стало таким добрым. Но когда я понял, о чем этот сюжет, они показывали сюжет о замерзших бомжах. 45 градусов минус, были какие-то морозы страшные. И вот люди замерзали. Не показывали ни Байкал, ни культуру, ни декабристов. А показывали вот это. CNN про культуру не показало, а мы это сделали. Продемонстрировали прославленному музыканту выступление красноярского молодого композитора Ильи Бешевли. Оно прошло на улице перед БКЗ. Мы поинтересовались у Дениса, насколько модно в Европе делать подобные концерты. В Европе иногда потрясающие классические музыканты играют на улицах. Из-за того, что им просто негде играть. И они просто зарабатывают на жизнь. Это огромная трагедия, на самом деле. Не только у нас в стране. Хотя у нас в стране, кстати, есть больше возможностей, чем в Европе, на мой взгляд. Сказать, заявить о себе, показать себя. Вот я знаю, в Вене одна из самых знаменитых скрипачек, педагог, профессор. Даже заставляет своих учеников играть в переходе на улицу, чтобы у них хоть какая-нибудь была практика. Также Мацуев признался, что несмотря на большую популярность, он неприхотливый артист. И главное условие в его райдере – это не сказочные апартаменты, а хороший рояль.